На этом видео запечатлен момент кражи шуб. По информации правоохранителей, неизвестные лица пробрались в склад и украли верхнюю одежду на сумму в 3500 долларов. Предприниматель намеревался отправить товар в Россию и оказался ни с чем. Под подозрение попали парни 1997 и 2003 года рождений. Установлены и другие лица, имеющие отношение к этой краже. Эта камера засняла, как несколько молодых парней пытаются вскрыть дверь магазина. Налетчики в масках, в черных шапках. Открыв дверь по отработанной схеме, направляются к кассе. По информации правоохранителей, молодых людей задержали. Они, по версии следствия, имеют отношение еще к семи аналогичным преступлениям. Мы находимся в Ленинском районе. Это новостройка. А Гурдо, по словам местных жителей, здесь участились случаи квартирных краж. Например, только за месяц было зарегистрировано два факта, когда неизвестные пробрались в дом. Воры уносят, как и прежде, все самое ценное. Ювелирные украшения, технику. Домушники выбирают объекты и попадают туда через окна. Оказывается, воры приноровились открывать створки пластиковых пакетов с помощью подручных средств. Но бывают, заходят через дверь. Например, к Миреем Сыдыковой, жительнице новостройки Агурдо-1, в дом неизвестные пробирались три раза. В первый раз, рассказывая девушка, им удалось поймать подозреваемого при попытке, когда тот вскрывал дверь. А вот в двух других случаях из дома воры успели вытащить ее золотые изделия. Когда в первый раз мы поймали вора, то сразу же позвонили в милицию. Правоохранители забрали подозреваемого. Но на следующий день отпустили. Мол, человек ничего еще не успел украсть. А то, что он пытался вломиться в дом, ничего. Два раза заходил к нам, когда мы с семьей были в отъезде в селе. Тогда украли мои золотые украшения, но технику унести не смогли или не успели. Даже сейчас соседи говорят, что уже бестолку звонить в милицию. Там ничего не предпринимают. Поэтому сейчас очень много случаев квартирных краж. Ладно, дома никого не будет. А если ребенок будет один? Например, у меня есть камера видеонаблюдения дома. Но она не работает. Вот думаю, после таких новостей починить. Что-то опасно стало. А если на детей нападут, когда они будут дома? Помните, в WhatsApp-группе Кирес сосед писал, что из его машины вытащили деньги. И это при том, что его автомобиль находился во дворе дома. Алмаз Сапаралиев живет на одной из улиц в новостройке Агурдо уже десятый год. Говорит, нужно устанавливать камеры видеонаблюдения. А еще лучше охранную сигнализацию. Но это стоит немалых денег. В WhatsApp у нас у соседей есть своя группа. Так, месяц назад кто-то из соседей написал, что к нему домой пробрались неизвестные. Перевернули все вверх дом. Но ничего не взяли. Но явно что-то искали. Еще несколько дней назад из машины соседа украли деньги. У нас краж очень много. У меня дома маленькие дети. Я никогда не оставляю их одних. Или же дом без присмотра. В милиции отмечают, что квартирные кражи готовятся заранее. Прежде чем ограбить, преступники в разное время суток следят за домом и хозяевами. Действуют воры обычно по наводке. Знают, что и где искать. Я сидела в магазине. Прибежала соседка. Говорит, не видела ли я, как к ее дому кто-то подходил. Я сказала, что нет. Она сразу же заплакала. Я спросила, что случилось. Оказывается, неизвестные люди нашли ключи от ее дома. Пробрались в дом, но ничего не украли. Соседка говорит, что в это время ее ребенок был всегда один дома. Но именно в этот день она забрала сына из школы. И они вместе приехали домой. Если бы ребенок был один дома, воры могли напасть. Благо, все обошлось. Очевидно, злоумышленники знали, где мы прячем ключ от дома. Участившиеся случаи квартирных краж, воровства, в том числе из автомобилей, специалисты объясняют возросшим уровнем безработицы среди населения из-за карантина в период пандемии. Если верить неофициальным данным, то в стране безработных насчитывается почти полмиллиона. Как сообщал Статкомитет из-за пандемии коронавируса, в Кыргызстане почти в каждой семье один человек остался без работы. По словам экономиста Кайрата Итибаева, государству следует проработать программу занятости, изыскать средства и предложить хотя бы временную работу. Правительству сейчас нужно создавать антикризисную команду, группу, вырабатывать эту программу на 3-5 лет и работать в этом плане очень оперативно, жестко. Я вам рассказал о экономических механизмах, как бороться с этим явлением. Вы можете спросить у силовиков, конечно, они там говорят, найти, арестовать, закрыть. Эта улица давно превратилась в так называемую биржу труда. Люди здесь ждут работодателя. Случайный заработок – шабашка, но из-за неё приходится биться. К остановившемуся автомобилю направляются все, и те, кто соглашается на предложенную сумму, уезжают поработать. И таких с каждым днём всё больше и больше. Я работаю на бирже уже 8 лет. Людей, которые после пандемии остались без работы, очень много. Конечно, и среди этих людей есть недобросовестные, которые могут и украсть из дома заказчика, но их сразу бы находит милиция и на второй день забирает. Да и мы, если узнаем о таких фактах, выгоняем этого человека из нашего круга. Почти половина преступлений, связанных с кражей, не раскрываются. В прошлом году было зарегистрировано и направлено на досудебное производство 12 225 уголовных дел, связанных с воровством. Из них 6,5 тысяч или 53 процента раскрыты. В этом году только за два месяца было совершено 3,5 тысяч нападений с целью кражи. Куват Хуан Чпекулу, Ахзат Тюлеев, НТС.